Как бы сказал ныне покойный Максим Марцинкевич, приветствую вас, мои маленькие любители экстремизма. К сожалению, последних новостей по Максиму Марцинкевичу так до сих пор нет. С 27 мая, да, лишь новость была о том, что собираются там даже изгумировать его тело. Но напоминаю, что мы потихоньку продолжаем смотреть его проект «Окупай педофиляй». Да, в немного измененном формате где-то, так чтобы YouTube пропустил данный контент. Ну что ж, давайте продолжим. Это второй выпуск «Окупай педофиляй». Правда, почему-то ВКонтакте я нашел, называется третий. То есть сразу первый и сразу третий идет. Второго почему-то нет. Если кто знает, пришлите. Смотрим. Я знаю. Давай. Хорошо, спасибо. Пока. Он мне сказал, Влад, ты настоящий друг. Я тебя уважаю. Педофилы всегда так к детишкам подкатывают. Ты очень хороший парень, ты очень, ты же взрослый, да? Ты никому не скажешь, я тебе куплю телефон и ботинки. Или что там, прошлый этот Николай, который не педофил. Николай, кстати, обращаясь так к модератору YouTube. Это все постановка, это все профессиональные актеры. Все участники совершеннолетние абсолютно, то, что выглядит молодо. Да, Максим Росенкевич умел подбирать актеров, но все совершеннолетние в этом фильме. Голос, а ты человек, какой маньяк. Такой спокойный, гладкий. Довстоящий такой. Давай, я думаю, что чай на пожарке едешь. На российскую работу выступать. На Россию? Да. Макдональдс еще российский. Потом. С вами весим. Вот. А это? А, ну, на маме там, для чего? Ты говорил там, типа, целоваться будем? Ну, тихо. Ребят, кто они смотрят предыдущий выпуск, то посмотрите. Там я рассказал, как мы ловили педофилов. Аж дошло до убийства одного. Я думаю, вам будет интересно. Посмотрите по подсказочке в углу. Ну, просто. Я просто спрашиваю. А вы? Наверное. Ну, вы просто. Понятно. Это ваш внук? А? Ваш внук, да мой знакомый. А что это делает? Я? Да. Человек. Так, блин, нам переписку вначале показала, но я напоминаю, что я уже заранее все, да, отзеркалил, поэтому я не прочитал переписку, я так и не знаю, сколько ему лет. Но я в описании, да, и в названии ролика обязательно об этом укажу. Скажу. На какие темы вы снимаете? На какие темы вы снимаете? С тортом? А что еще? Если честно, ни хрена не слышу, друзья. А покачить ты его не хотел? Нет. Нет? Нет. А чем вы занимаетесь? Это так просто, наверное, плохое зрение. Он хороший зрение? Нет, хороший зрение. Точно. А вы видите, что это, ну, маленький мальчик? И кто? Эх, тогда еще курить можно было в шатрах, и шатры были. Я не знаю, ребят, напишите, как у кого в городе, у нас в Пенде вообще все шатры убрали. По-моему, в парке Белинского только есть один. Вот, а так раньше, что значит, на набережной было по 25 шатров в центре, там все курили, бухали. Я, кстати, не курю уже два месяца, почти вот только на электронку перешел, но я думаю, с электронки слезу потихоньку, очень сложно, ребят, бросить курить. Я понимаю. Ну и вы меня поймите. Нет, я просто нашли. Нет, я просто нашли, я договорю. Я точно знаю, что на вашем мужчине можно встречаться с маленьким мальчиком, предлагать ему выпить сигарету, предлагать ему посыловаться, потому что ты ведет меня в лицо. А почему со мной на ты? А тут с такой стороны на выбор. Нет, ну, подожди, я не... Давай, а ты уже пожарный, пожарный. Уважаемый человек. Ты не привез, ты не дом тушить. Почему? А что, не понимаю, почему-то съемка идет вообще с телефона какого-то, там стоит оператор с нормальной видеокамерой, или это ТВ Лизиончиков пригласили, я не знаю, кто это. Могли бы у них спросить, типа, пришлите нам нормальное аудио, точнее, видео, да, запись. Кстати, ребят, насчет съемок, чуть не забыл рассказать. Мы продолжаем снимать фильм про пытки в тюрьме, да, по мотивам тех данных, которые предоставили ГУЛАГу, нет, съемки, да, продолжаются, я думаю, уже по осени выйдет весь сериал, все там действия, точнее, 11-12 серий, поэтому, кто из пензы, подключайтесь. Еще не забывайте, чем я вообще занимаюсь. Как сказал Бернард Шоу, при хорошей рекламе и товар не нужен. Сидишь, ждешь клиентов, выложив картинку с длинным текстом, сиди, жди. 90% твоих клиентов не читают текст. Привлеки внимание к своей теме, а мы тебе в этом поможем. Качественные рисованные дудл-видео, рекламные, анимационные и мультипликационные видеоролики, а также профессиональные современные видеоинфографика. Честное и ответственное сотрудничество гарантировано. Пиши нам на почту yukafilmsobacamail.ru прямо сейчас и точно останешься довольным на 100%. Ссылочка на мой сайт в описании, вообще все контакты, если кому нужны мои услуги, если, а кто-то хочет принять участие в съемках сериала, то пишите. Так ты объяснил, зачем ты предлагал мальчику поцелуи, обращать не есть? Нет, там не поцелуи, там любовь. Ну это, конечно, первое, давай. Ну и все. Почему ты, что-то, что-то, говоришь, что-то. Давайте сейчас будем о том разговаривать. Я, конечно, сейчас о том разговариваю. Ребят. А расскажи, что тебе дядя предлагал на сайте? А вот у нас есть переписка. Встретиться чем-то в лаваске. В лаваске. Прилогал целоваться? Да, в пожарной машине. В лаваске. Ах, нехороший мужик. А зачем, объясни? Так, снимать не надо, во-первых. Нет, сейчас все будут снимать. Ну, уже снимают, пожалуйста. Ну, снимайте. Надо говорить, как этот, МР-ресо, да, с ментами, когда не надо снимать. А сколько ты стоишь? Ты что, проститутка, чтобы тебе снимать? Халамбур. Ладно. Ну, скажи, зачем ты лаваску болит и болит? Я тебе лаваску объяснил, что я познакомился. Слываться зачем хотел? Слываться? Щелкули в губах. Так, он тоже женатый, да, смотрю, кольцо. Вот здесь у меня, напоминаю, отзеркально, то есть у него так на правой руке кольцо. Так, ему не надо такие вещи. Ну, как мне надо говорить? Пожарная машина. Подращить нужно. Как он такой толстый, вообще, пожара тушит? Там же нужно бегать постоянно. У меня друган в МЧС работает о пожарном. Это капец какой-то, сколько они бегают, там постоянно какие-то упражнения, там учебные создания, сверевок. Еще эти рукава таскать. У нас тут в СНТ недавно пожар был, ну как, прошлой зимой или позапрошлой, уже дохрена время прошло, просто время быстро летит. Я смотрел, они не могли заехать зимой в горку. Я даже ментов помогал, да, толкать туда машину, они не могли заехать. И пожарная, тем более, эта дровенная махина не могла заехать, там озеро внизу. Они эти рукава, все в полном снаряжении. Как этот хрен там бегает? Может, в штабе где-нибудь работает? Все, вопрос еще. Кто вы такие вообще? Мы общественное объединение. Очень приятно. Вы можете нас увидеть потом в интернете, посмотреть ролик, как покупатели пилея нас называются. Здорово, здорова. Смотрите, вы видели уже? Нет. Нет? Нет, сейчас еще. Нет, не надо. А ты не общая, саловатся. Уважаемый человек. Много уважаемый или просто уважаемый? Не совсем много уважаемый. Уважаемый. Хорошо, будем на «в». Так ответьте мне, уважаемый, зачем вы хотели саловаться с этим ребенком? Меня зовут Кость. Ухи приятный ребенок? Нет, мне приятно. Зачем хотели с ребенком целоваться? Я с ним вот с ребенком не хотел. А вначале ты говорил, что все, что хотите. Я еще раз говорю. Врун. 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 Заглай. Переписки. Ну и что дальше? Ну и что дальше? Зачем ты пишешь детям такое хуйня? Просто. Что, просто? Миновацию. А вот ты тебе есть. Твои действия попали по статью 135, а сейчас вторая. Я прошу извинить меня за такие вещи? Ой, друзья, что-то я смотрю сейчас в ОБС, да, на вот эти вот, как их, на звук смотрю. Возможно, будет меня плохо слышно на фоне, да, действий в ролике. Ну, ладно, посмотрим. Если что, то прошу меня простить. Уж его нельзя прощать, этого, да, не помню, как его зовут. Меня, пожалуйста, простите. А вот у тебя дети есть, да? А как ты думаешь, в возрасте... Слушай, тебе интересно, чтобы был сам себе дрочил мальчик, да, или не тебе? Шалун, а как уж. Ну ты без вопросов, без ответов. Зачем ты его на работу хотел пригласить? Нет, я с вами разговариваю. Свою очередь, да, это было? Я повезу, он очень сильно. Мужчина с вами разговаривал. Спасибо большое, я отчаянию. Слушай, ты его подрочить предлагал, это звать или прискат? Нет, не мая. А не мая. Мальчик, а пожарник, пожарник. Сейчас он проверь, чей это надо. Правильно, не пожарник, все пожарные на это огорчаются. Но он может быть и пожарник, да, правильно, пожарный. Бери ему мой телефон. Он забирает. Он мой телефон. Если ты, блин, ломял, куда я сидел? Ну почему он сникивается, я не понимаю. Смотри, на пеки, все, ребята. Вот ты в заканчике покажи, как ты подрочил бы ему. Давай, на трубочку. Давай, на трубочку. Или пососи. Прекращайте, как ты. А вот ты слышал, брата, а вот как ты считаешь? Я скажу честно, вот скажи, правительство. Я почему-то пишу, пишу. Я не занимаюсь, я не... Меня просто интересна политика, почему ребята, молодые, занимаются. А почему-то и всегда одна и та же отмазка, ведь, да, если ты идешь уже на такой, знаешь, в этой статье, обычно преступники себе уже придумывают наперед легенду, как отмазываться. Но это не отмазка, ты мог и в переписке, типа, спросить, а зачем тебе это? Ну что там, давай созвонить с телефона, поговорим, не обязательно для этого встречаться. Я вот рассказывал со мной, ему, какие вопросы пишут, по пять тысяч... Так ты волонтер! 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 Ты детям хочешь помочь, да? Может, он кроссовки приносит? Нет, детям хочешь помочь. Я просто-напросто хочу людей своих, вопрос, когда занимаются эти вопросы, оградить их от этой игры. Оградить? Ну, помочь детям. Кроссовки, ты готов был? Я просто хочу ответить человеку подговорить. Дождите, я понял, я понял. Слушай, ты так нормально нажать? Да ты нормально, нормально. Я не знал, коже, чем мы подошли. Пацаны, мы ощипьтесь опять! Я просто хочу поговорить и убедить меня, что этим вопросом не надо заниматься здесь. Секунду, в конке что-нибудь написано, ему тут написано. Понимаешь, это двадцать лет. Ты как заманился сюда, что он у тебя вот этими предложениями дрочки, да? Нет, я просто предложил ему. Ты заманил его сюда, чтобы его, ну, на пути не оставить. Я не заманил, подожди, я не заманил. Не заманил. Я не заманил, ну, пригласил. Он пригласил, пригласил, договорил здесь. Да, но ты заманил вот этими поцелуями, да? Чтобы спасти молодую душу. Ну, ладно, это опустим, опустим. Это то же самое, как ко мне вот, да, сейчас потенциальный подписчик, там тоже, ну, не подписчик, точнее, заказчик на бирже Quark, кстати, работают. Меня сейчас спрашивают, какую биржу лучше для Франца выбрать Quark. Это не то, чтобы реклама, да, и не будут островать никаких рефериальных ссылок, просто это вам для, да, общего сведения. И там тоже по психологии нужно снять курс. Это то же самое, что я сниму ролик, типа, это Алексей, у него проблемы с головой, но мы предлагаем ему подрочись. Приходите в нашу компанию психологуролог.ру. Так же звучит. Хотел с ним поговорить, что не нужно встречаться вообще с таким вопросом. Ага. Нет, подожди, где СМН? Нет, подожди, 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 не надо трогать меня. Короче, ты мне сказали, что кто тебя будет забирать? Жена, сотрудник полиции или твой друг из мошенников? Скажи, пожалуйста, я говорил по поводу того, что вот этим вопросом вообще не надо заниматься. Мне? Нет, да, вообще, в нашей переписке. Нет. На переписке есть? Нет, подожди, я его пригласил для того, чтобы потом сказать человеку, что не надо заниматься, ты молодой пацан, ты молодой пацан, ты будешь заниматься кемж-боксом. Мы здесь вместе уже полчаса, говорили ему это, нет? Да-а-а, глаз засветил. Давай, я буду сюда. Да ладно, ну сейчас. Я... Я... Подожди, подожди. Скажи, пожалуйста, когда я говорю, что главное в знакомстве? Общение вы говорили. Ну... Ладно, подожди. Общение. Ну все, понятно, мы поняли. Мы ошиблись. Слушай, вообще нет вопросов. Ты, походу, вот, ну, знаешь, как мы, только... Ну, нас... Нас много. Нас много. Ну, я не дурака. Подожди. Нас много, а ты один, ты волонтер. Старший самый волонтер. Ты приходишь помогать детям. Мы тоже тем же самыми вещами не занимаемся, по сути. Ну, мы просто ловим педофилов... Только мы не предлагаем передернуть мальчикам. Ну, я понял уже. Я понял. То есть, мы-то ошиблись, понимаешь? Мои сотрудники полицию вызывают. Мы-то сначала подумали, что ты педофил. Сидите, пожалуйста, мобильники. У нас здесь с каперами нельзя. Почти. Администратор пришел, да? Полицию? Да. Сейчас вот пять минуток мы закончим. Сейчас полиция. Почему не надо полиция? А что я криминальный такой? Это запомнил лицо. Тогда... Это какой криминал? Он же за все, ну... Не, ну, понятное дело, что здесь-то ему ничего не будет. Я удивляюсь, как там Максим Арцинкевич несколько дел довел все-таки до уголовного преследования. Там все-таки нужно тогда заявление от родителей, именно мальчика. Что помочь? Как ты считаешь, что надо наказывать педофилов? Каким образом? Ну, вот правовыми аспектами. Жестоко. Жестоко. Насколько? Вот как-то есть вот такая вот сейчас норма введена, как химическая кастранция. Это вот когда педофилу его заставляют там таблетки жрать или какой-нибудь укол, и он там, ну, какое-то время, там, месяц-два-три, ну, не может. А потом процедуру повторяют. Да, вот как ты считаешь, она, ну, достаточно или, может быть, ничего? Или прямо отрезать подкорье не надо? Это надо первобытным. Переработать? Да. Переработать, то есть ты считаешь, что нужно, да? А ты готов пойти на добровольную кастранцию? Да нет, он же не педофил. А, он же волонтер. Он же волонтер. Привык просто, что одни педофилы, а волонтер еще не ловит. У нас, знаешь что, я тебе сказал, у нас есть, ну, тоже мы одного поймали, тоже ошиблись, пиздец, ну, были не правы. Зовут его Николай Маркев. Он волонтер. Он помогает детям, ну, там, кроссовочки, телефончики, ну, тоже, тоже их отговаривает, там, ну, и... Ты, в принципе, можешь, мы... У тебя потом будет возможность... Ну, почему я не могу угостить человека? Можешь, можешь, можешь. И ты, в принципе, потом можешь с ним скооперироваться, Николай Маркева, запомни. Да, там как раз есть пожарная машина, очень удобно. И вы с ним можете наладить друг с другом взаимоотношения и помогать детям вместе. Потому что я считаю, что вот такие, как вы, вы должны быть вместе. Представляешь, на пожарной машине, кратных, легалками, к ребенку. А как охотники за привидение? О, ребенка в машину сдачили. Опа! Затащили и все равно объяснили, что он... Да, машину нет. Неудобно. Неудобно машине? Почему неудобно? Зачем это делать машине? А где надо? Нигде это делать не надо. В кабинете у тебя надо? Нигде это делать не надо. Нигде это делать не надо. Хочешь ли выехать отсюда? Да, хочу. Давай, либо сейчас вызываешь ты полицию сам на себя, либо звонишь на служивство, который тебя ждет. Я телефон и задаю здесь. Я скажу, что... Давай сейчас придем сюда. Пожарная охрана. Где машина стоит? Тебе лошли. Это же не значит комментировать, друзья. Ладно, когда я смотрю мужское и женское, да, там постоянно какие-то такие кшовые сцены происходят. Постоянно разные. Здесь, в принципе, одно и то же. Я даже не знаю, что сказать-то. А кто ждет? О, полиция все приехала. Черт. Быстро-быстро. Похвально. Ладно. Хорош тебе. Амон был уехать домой. Если бы простили, был уехать. Что тебе прощает? Животные. Это ничего. Животные. Животные. Что прекратить? Что прекратить? Ты мне будешь говорить, что прекратить? Ты себя ведешь, как животное. Почему я веду себя? Потому что мне нормально. Ты трус. Знаешь, что тебе будет в тюрьме? Могу представить. Можешь представить, а не можешь. Слушай, объясни, раз ты все это представляешь, представлял наверняка. Зачем ты это все делаешь? У тебя неужели не было страха перед тем, кто шел? У меня первая встреча. Первая встреча такая, да? И первый раз ты прямо в говно наступил ногой. Да. Жалеешь? Жалеешь, что вообще в этом сайте сегодня. Вот сотрудники. А вот приехал сотрудник. Здравствуйте. 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 Где? Не заявитель, а жив. Ну, потерпевший. Не, ну потерпевший. Почему потерпевший? Переписка же есть. Ну, ребята, давайте туда будем. Мы уже все разокадали. Мы уже все разокадали. Разговор уже с сотрудниками. С тобой уже с другими. С Рашем, да. Я молодче с Сержаватом Муроком. Очень приятно. С Ириньевым показать? Преятно, да. У меня там все послужили. Опа. Что? МВД. МВД. Но писать-то должен не мальчик, писать должны его родители, опекуны, кто его законные представители, даже волонтеры не могут написать в него заявление. Ну, сотрудники тоже, блядь, такие, да, давайте все по закону, там, пишите заявление, ну, хотя бы доставить его, провилактическую беседу провести, возможно, были подобные случаи в городе, да, педофилии, и должны его обязательно просить, там, пробиться, и, говорю, еще раз, поставить на учет. И раз там кто-то с уголовного розыска по волонтерам стрелял, какие-то педофилы, я не знаю, или кто. Нельзя быть таким полицейским. Ситуация очень плохая, дети увидят, жена увидят. Как думаешь, детям понравится вообще? А что делать нам надо, чтобы вот это нигде не появилось, предложения есть какие-нибудь? Ты обещаешь, что ты больше не будешь никому писать, удалишься, допустим, ни с кем общаться? Ничего, что обещаю, я вам приносил. Давай вот на камеру поглядись. Иисусом Христовском Плесе. Нет, ну зачем Богу немного? Ты обещаешь, я обещаю, что я удалюсь и больше таким вещами заниматься не буду. Да это мало, понимаешь, а в жизни не будешь таким вещами заниматься? Ну зачем ты еще? В жизни не будешь вещами таким заниматься? Нет, не буду обещать. Встречаться никому? Ну все, почти, минутка осталась. Давай, давай на камеру. Это первый раз, выводим. Первый раз, выводим. Слушай, давай тогда про метод Малахова расскажем. Ну давай, нам про метод Малахова. Слушай, нам пора заканчивать. Смотри, у нас метод Малахова. Нет, Путин извиниться на камеру. Я сказал, извините, пожалуйста, такие вещи, я обещаю, что больше с такими вещами заниматься не буду и буду удалять свои анкеты сегодня. Похлопываем его! Без правилов, без правилов, без правилов! Это перед мной надо. Только тут один момент, понимаешь, ты смотрел когда-нибудь на Первом Каналу передачу Малахова, как он народными средствами больных поднимает на ноги. Так вот он поделился с нами опытом и сказал, что педофилов можно лечить уринотерапией. Знаешь, что это такое? Тебя это сегодня ждет. А, урино в студию. Где урино? Где урино? Где стакан с урино? Где стакан с урино? Вот урино, смотри, по-моему, это урино. Да, да, да. Урино. Подожди, ты слышишь? Не надо этого делать. Сиди. Я прошу. Делать что-нибудь еще? Делать что-нибудь еще? Ну, вот такой вот выпуск у нас на сегодня, друзья. Пишите в комментариях продолжателям мне снимать реакты на окупай педофиля. И дальше будут более их шовы. Дальше будут прям ролики в стиле Голливуда. В общем, пишите. И в честь до памяти, конечно, Максима Марцинкевича будем снимать. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.